Приветствую, любители Москвы. Это сад имени Баумана. И я сейчас иду к новой Басманной улице. Мы как-то до этого все смотрели. Старую Басманную улицу, там храмы, да? Ну, заодно немножко посмотреть вот сад Баумана зимой. Видите, тут каток работает перед эстрадой. Ну, это как раз ближе к новой Басманной улице, потому что сад находится между старой и новой Басманной. Ну, вот сейчас я иду в сторону новой Басманной. Ну, так вот, мы в основном смотрели старую Басманную. Это такая старая еще Покровская дорога. Ну, а тут еще была новая дорога, новая Басмана-Слобода, ну, которая тоже примыкала еще к старой Басманной-Слободе, где жили басманы, да, которые, ну, как считается, выпекали хлеб, вот, как бы на вес, такой весовой хлеб. Ну, вес, как бы, ну, говорят, что по-татарски, в другим словам, так сказать, может быть, есть мнение, что с шведского языка басман, значит, вес. Как бы такой специальный клейменный хлеб. весовой, видимо, выпекали. Вот, ну, для, соответственно, для нужд государства преимущественно. Вот, ну, а потом уже во имена Петра здесь поселились офицеры солдатских слобод, которые укладились солдатскими слободами. Вот, а сами слободы находились на территории села Преображенское, также Семеновское, ну, которое не так далеко, в принципе, отсюда и находится. И вот тут как раз проходила дорога, уже новая дорога, не та старая Покровская, а новая дорога. Но она, видимо, имела немножко другую конфигурацию, чем сейчас вот этот новый басман. Потому что этот новый басман, она вот есть туда вот, куда вот машина поехала, а дальше вот справа, да, она снова упирается, фактически впадает в старую басману, там рядом с площадью разгуляй. Вот, а когда-то, вот, видимо, она немножко другая была, и вела в сторону села Семеновское. И по этой дороге, вот, по новой басманной улице, Петр Первый сам ездил как раз в свое село Преображенское, где вот он там создавал части первой регулярной русской армии. Ну вот, и вот в этом, соответственно, в этой новой басманной слободе как раз вот была построена вот эта церковь Петра и Павла. Вот она впереди, очень красивая церковь. Говорят, что построена она была по чертежам, даже по рисункам самого Петра Первого. Ну и даже на его деньги. Ну, правда, деньги у Петра Первого, скажем так, откуда у него деньги, да, все равно это все те же самые народные деньги. Сам-то лично, понятно, деньги не зарабатывал. Но, скажем так, вот решил тоже вот, как бы, видимо, свои какие-то личные деньги, ну, опять же, да, наверное, собранные, так сказать, у народа, в том числе, да, которые, так сказать, попадали туда, ну, решил вот пожертвовать на строительство новой церкви. Вот, и построена она была в самом начале 18 века, ну, то есть, как раз вот в год управления Петра Первого. Хотя строили ее долго, и окончательно она была завершена, в общем-то, уже фактически почти по смерти Петра Первого в 1724 году. Вот. Ну, как видите, очень красивое, очень длинное здание, мощное, вот видите, в виде шпиля такого, одноглавая церковь, с большой такой световой ротондой, и дальше шпиль. Ну, и вот видите, колокольня. Колокольня была построена немножко попозже. Вообще, Назовская церковь, она очень сильно перестраивалась в 19 веке. Колокольня была построена в середине 18 века, вот, уже примерно лет через 20, после того, как основной объем был построен. Ну, а сама церковь, она потом довольно сильно перестраивалась в 19 веке уже. Вот. Ну, соответственно, под луководством архитектора Козловского. Вот. Это вот первый басманный переулок там вот отсюда отходит, как раз рядом с этой церковью. Ну, и вот, смотрите, какая очень красивая церковь на большом подклете. Вот. Главка на граненом барабане. Очень красивая. Вот. Причем, что интересно, что вот это сам, основной объем церкви, вот эта, да, сама церковь, да, она построена, ну, в общем-то, в стиле раннего еще барокко. Ну, и, в принципе, как бы такого считается, немножко похожа на западноевропейское даже барокко, да. При этом она оформлена довольно лаконично. Вот. В общем-то, есть такие рустованные угловые пилястры, штукатурные наличники есть. А вот колокольня, она оформлена, ну, поскольку она, тем более, была построена несколько позже, в середине 18 века, она построена вот уже в таком более развитом стиле барокко и более нарядно, более красиво. И за счет этого она даже смотрится, сама вот эта композиция вся церковная, она смотрится очень эффектно. Ну, вообще, сама по себе, конечно, очень красивая композиция. Очень длинная церковь, ее очень трудно охватить, вот даже, да, чтобы она вообще вся попала вот именно в экран. Поэтому, получается, то попадает храм, то попадает, соответственно, колокольня. Вот. У этой церкви, она двухэтажная. Есть верхний храм, как раз именно Петра и Павла. Ну, почему Петра и Павла, наверное, более-менее понятно, да, объяснять особо не нужно, потому что по указанию Петра Первого, ну, а, собственно, небесным покровителем Петра Первого являлись как раз святые апостолы Петр и Павел. Ну, и как бы все время два, да, обычно все-таки, где Петр, там и Павел. Вот, поэтому, соответственно, вот как-то не принято строить церкви именно апостолу Петру, именно апостолу Павлу. Ими все время строят церкви, ну, как бы, двум, а не заодно. Хотя, конечно, понятно, что это разные личности, это два человека, естественно, это понятно. Но как-то вот их все время называют еще главными апостолами. Ну, вот, немножко о храме можно почитать, рассказ. Вот, так вот, и вот верхний храм, там один только, собственно, престол, но там сейчас фактически вход закрыт в силу того, что там идет реставрация. Там, кстати, раскрыли вот в прошлом, в этом году при реставрации старой росписи еще храма, поскольку храм в советское время закрывался. Вот, и там вот раскрыли, так сказать, на стенах, на стенные такие старые росписи. Поэтому сейчас здесь еще такой ремонт идет. Но он во многом еще в нижних, он храм практически уже, в значительной степени, конечно, уже отделан, отремонтирован. А вот верхний храм, там еще, конечно, видите, вот идут строительные работы. И проход вот туда, здесь идет вот слева проход туда, по лестнице на верхний храм. И он сейчас там идут, во все работают строители, скажем так. Так, довольно много грязи, все там закрыто полиэтиленом и так далее. Ну, а это вот нижний храм. А в нижнем храме сразу три престола. Николай Чудотворца, один посвящен, и два Богородичных престола Божьей Матери. Вот, один иконе Божьей Матери, Далии Моя Печали, а второй Владимирской иконе Божьей Матери. То есть вот тут три престола. Центральные и два вот Богородичных. Как бы предела. Всего четыре в храме. Но именно Петро и Павло, это вот именно наверху. Это не здесь. Ну и как видите, с одной стороны храм уже расписан. И в общем-то здесь, как видите, уже достаточно большой порядок. С другой стороны мы видим, что все-таки здесь еще, конечно, видны следы ремонта и такой некоторой неустроенности. То есть у нас вообще-то, во-первых, сам по себе храм, опять же, повторюсь, довольно большой. Ну, кстати, вот что интересно, вот такой вроде известный храм, а здесь вот литературы об этом храме совершенно нет. Это, конечно, несколько печально, странно. Ну, вот так вот тоже бывает. Кстати, вот такая же ситуация, допустим, с храмом Никита, да, в Старой Басманной, на Старой Басманной улице. Вот, ну, это вот за упокой, тоже около креста, около Голгородского. Ну, вот видите, один из пределов, тоже Богородичной иконы. Кстати, тут, в общем-то, иконы, конечно, все новые, равны как обстановка, в которой стоит скрываемый храм, был закрыт. Тут был склад, а потом институт геофизика находился. Вот, но тут есть одна старая икона, которая каким-то чудом сохранилась после закрытия храма. Его закрыли полностью уже в 1934 году. До этого какое-то время он был захвачен обновленцами, которые себя противопоставляли. Ну, видите, тут еще такая неустроенность. Видно, что тут недавно был ремонт. И такие углы как бы пустые, и, скорее всего, тут будут, наверное, работки какие-то проходить. Но пока вот немножко, конечно, такая вот неустроенность, она видна. Вот. Так вот, какое-то время у обновленцев был храм. Ну, а во главе с их лидером, здесь как раз его типа кафедра располагалась, Веденский был лидером обновленцев. Вот. Ну, а, соответственно, потом храм полосы был закрыт. Вот. То есть... Вот. С 34 по началу 90-х годов храм был полностью закрыт. Ну, и, соответственно, ну... Здесь, понятно, были всякие перегородки, институты и все такое. То есть... Храма никакого не было. И вот тут была главная святыня, как раз икона апостолов Петра и Павла, которые еще, говорят, любил очень Петр I. И она как раз при нем была написана в начале XVIII века. Ну, и вот считал, что она пропала как раз в советское время. То есть, ну, как часто бывает, тут все вынесли, все ценности. Вот, видите, все тут. Вот туда проход. Вон, видите, лестница идет. И туда проход идет. Верхний храм. Ну, пока там, еще раз повторюсь, идет довольно значительные ремонтные работы. Ну, вот. Ну, а потом все-таки ее нашли. Обнаружили ее в 2008 году в Троицердии Лавре. Оказывается, кто-то вот ее все-таки, видимо, так сказать, взял на хранение в советское время. И, таким образом, икона сохранилась. И в 2010 году она была возвращена в этот храм. То есть, она здесь находится. Поэтому вот можно к ней, в принципе, как-то приложиться, поклониться ей. Потому что очень старая древняя икона. Но это единственная святыня, которая находится в этом храме. В остальном, конечно, здесь все новое. В силу того, что, опять же, повторюсь, храм был в советское время разорен. Ну, сейчас он уже все останавливается. Литийный реставрации. Тоже большой храм. Но в защитной степени он уже все-таки отреставрирован. Ну, и сейчас настоятельным является игумен Семен Шевцов. Ну, и богослужения проходят не каждый день, но по выходным всегда. Ну, и в середине недели довольно часто. Ну, а сам храм он открыт каждый день. Где-то с 8 утра до примерно до 7 вечера. Так что, в общем-то, всегда пришла не можно сюда попасть. Ну, ближайший станции метро, наверное, Красные ворота. До новых встреч!